Место проведения рейда по автобусам сотрудники дорожной полиции держали в секрете до самого начала мероприятия. Разумная мера, чтобы никто не поделился такой важной информацией со знакомым водителем или предпринимателем-перевозчиком. Инспектор ГИБДД вышел с жезлом на улицу Тараса Шевченко напротив кинопарка. Тормозили все автобусы и микрики, следующие в сторону автовокзала. Под проверку попали в основном черногорские рейсы. Семь маршруток проверку прошли легко, а восьмому, Пазику, не повезло. В нарушении обнаружили представители сразу двух ведомств – ГИБДД и РОСТранснадзора. Сотрудники госавтоинспекции нашли неполадки в техническом состоянии автобуса. В салоне не работала кнопка экстренного открывания дверей и кнопка связи с водителем. На него тут же начали оформлять протокол о нарушении. Ну, неисправность автобуса незначительная, ничего страшного в этом нет. Действительно, нарушение небольшое, но протокол от ГИБДД на 500 рублей есть. Как и от сотрудника другого контролирующего ведомства РОСТранснадзора. Они проверяют соблюдение правил пассажирских перевозок. Нарушение тоже, казалось бы, незначительное, но штраф на перевозчика более весомый. При проверке вот этого автобуса, внутри транспортного средства отсутствовала информация о водителях. То есть не было фамилии водителя и фамилии кондуктора. Ну и, естественно, правила пользования автобусом в городском пригородном сообщении. Подусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа от 3 до 4 тысяч рублей. Рассматривают арбитрально. Сотруднику МЧС, который проверял исправность и срок действия огнетушителей, доставать блокнот с бланками административных протоколов не пришлось. Нарушений не было. Сотрудницы Федеральной миграционной службы, которая также была привлечена к рейду, тоже пришлось скучать. Нелегалов за рулем в восстановленных машинах не было. Хотя некоторые водители автобусов, завидев скопление людей в форме и с видеокамерами на дороге, от греха подальше решали объехать неожиданную помеху. Данные мероприятия проводятся регулярно и, как показывает практика, с каждым рейдом мероприятием нарушений становится все меньше и меньше. В результате сегодняшнего рейда было проверено три десятка автобусов, составлено более десяти протоколов. В основном это нарушения технического состояния машин. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вестихокассия.